Всем привет, друзья! Павел Вайс и Женечка. Сегодня мы купили еще один юнит. Вообще, я просто неожиданно так в телефоне сидел случайно, видел юнит, начал биться, а потом уже начал фотографии смотреть. У меня такое бывает. И мы приехали смотреть в Санкт-Петербурге. Юнит в Санкт-Петербурге. Погнали! Света много, кондиционер, все хорошо. Но в Юнити темно. Но мы будем доставать и разбирать. Вот здесь хочу что-то посмотреть, что здесь. У нас ножик был. Достань ножик, пожалуйста. А ты его взял? Я тебе в сумку убрось. Каждый раз пытаюсь с ножиками в аэропорту пройти. А зачем тебе ножики в аэропорту? Вот потому что забываю вытащить. Какой-то ножик не острый у тебя. Пистолета. Разве? Да. Вот сюда пистолетельно вставляется. О, не Рейбене. Так, давай коробку оставим. Ууу, смотри, что нашла. Что? О, игра Нинтендо. Что это за такие очки? Вроде неплохие из вида, но я не понимаю, что за бренд. Да я вот сбоку смотрю, не видно бренда. Мышь. Здесь еще очки есть. Ух ты, какие! Ух ты, на резиночке. Это этот, Avenger, который сокол. Вот это прикольный, дыка. У вас же таких? Ну да. Хитэссеншелс. О, золотинка. Фига себе, сколько много золотинки. Обычно в магазинах для простых людей продают маленькие золотинки. Смотри. Игра. Зомби. Аполли. Зомба-Наполли. Что я сказал? Зомба-Наполли. Зомба-Наполли. Переверни. Это как Монаполли. Монополли. Только зомба-Наполли. Хэллоуин. Ой, классный. Трикуртрит. О, смотри. Кот, который в этом. Смотри, что нашел. О, класс. Фигаси. Бижутерия, что ли? Ну да, хорошо, красиво в этих же пакетиков. Тут, мне кажется, серебро можно найти. Можно. И может быть даже золото. Это турбинский костюм. Смотри, какое кольцо. Да, перстня. Посмотрите, это бижутерик. Пижутерик. А это? Тоже бижутерика. Посмотри, сколько здесь бижутерики. Классно, я не посмотрю. Тут кольца, вот, смотри, какие есть. Да, а вот испытания. А это? У-у-у! У-у-у! Женечки будет хороший разбор. Не ожидали мы в таком пакете найти огромный пакет бижутерики. А может быть, это даже и не бижутерика. О, смотри, Жень. Гармин? Навигация. Угу. Смотрите, кольцо, еще кольцо. Если в таком пакете мы столько интересного нашли, представляю, что будет в коробках там. О, чемодан. Давай, чемодан посмотрим. Держи вот так. Подожди, перед тем, как ты откроешь. Что там? Шашки. Я думаю, краски. Как ты догадалась? У меня такой был пустой. Очень много красок. Класс. Это очень хороший стульчик. Смотри. Дингл Бел, Дингл Бел, Дингл Олд Вей. Рамочки. Это Рузов. На, посмотрите, что здесь, мне кажется, здесь какой-то крафт. Бумажник. Майкл Корс. Как вот эта фирма называется? Тори Бер, она не дешевая. Дорогая? Да. Дорога, чем Майкл Корс, да? Ну да, она такая отличная. Смотри, она хорошая. А, тьфу ты, блин. Юнит, ребята, мы купили этот за 500 долларов. Юнити опять или карточка, или камера перестала записывать. Она то записывала, то не записывала. Так что покажу, что есть в Юнити и покажу, что мы не досняли прям в самом Юнити. Покажу это в офисе. Слава богу, мы еще ничего здесь не разбирали, что привезли из того контейнера. Так что погнали. Здесь самое интересное. Хочу вот с этого начать. Так, мы нашли вот такую камеру. Найкон. Это сразу было видно винтаж. Сейчас покажу. Женечка так радовалась. Кстати, Женя сегодня дома, потому что мы меняем интернет. У нас очень медленный интернет. И мы решили его поменять. И мастер-ломастер придет то ли утром, то ли в обед. Так что не хотели его пропустить. Надо его впустить же в дом. И решил Женю оставить дома для этого дела. Камера Кенон. У нее две линзы. Одна портретная, другая как зум. Класс. Кстати, какие они? 28 на 80. Надо посмотреть. Ультрасоник Кенон. А это 75-300. Тоже ультрасоник Кенон. Такие классные две линзы. Там пленочка. Здесь какая-то инвестиция непонятная. А зачем она здесь? Странно. А вот здесь. Вот здесь у нас камера. В тряпочке от Луи Виттана. Вообще класс. Кстати, в этом Юнити, когда мы нашли вот эту тряпочку Луи Виттан, мы подумали, о, будет Луи Виттон. Ну и Луи Виттона не оказалось, оказалось только тряпочка. Наверное, кто-то купил просто тряпочку. Вот посмотрите, вот такая классная камера Кенон. И ОС Илон 2 с пленкой. И еще и не закрывается. Вот такая классная камера в Луи Виттан или Луи Виттон тряпочки. И еще сумка. Но сумка Найкон, главного конкурента Кенона. Почему? Честно, не знаю. Человек купил камеру и сумку в разных магазинах. Может, ему нравилась камера в одном магазине, а сумка в другом. Что у нас здесь? Здесь, походу, у нас игрушки новогодние. Очень прикольные. Да, снеговик очень крутой. Качество ручная работа. К Новому году вообще игрушки хорошо пойдут. К Крисмосу. Это скоро уже не за горами. Пойдет все шикарно. Здесь колокольчик, который не работает. А нет, 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 не колокольчик. Это мартини стаканчик. Прикольно. А тут? А тут снеговик в носке. Тоже прикольно. Здесь у нас кепка, шапка с гражданской войной. Один размер. Тоже хорошо продается. Хес вертолет. А в вертолете внедорожник. Джип такой. Они хорошо продаются. Эти так. Не очень дорого. Не знаю, долларов 30-40. А вот некоторые из этих могут быть очень дорогие. Например, вот этот. Очень необычный. Я такого не видел. Новый в коробке открывать не буду. Потому что надо сохранить его новым. Но вот такой вот эвакуатор. И с ним, ну или транспортер. И с ним спортивная машина. Вот этот должен, ну, в районе 120-150 стоит. А некоторые стоят тысячи, но я таких еще не находил. И вот этот еще необычный. Очень, очень необычный. Что это у нас? Dump truck and loader. А этот toy truck and dragster. Ну да, dragster, типа drag racing. Пожарная. Большая машина. И пожарная маленькая машина. Fire truck and loader rescue. Класс. А здесь необычная машинка. Я помню ее. Ее заклеили. Где ножик? Где мой режек? Вот этот пусть будет. Ох, смотри, какая классика. Скорее всего, китайская. Но я думаю, долларов 50 можно с нее получить. Я такие уже продавал. Здесь. О, это интересно. Набор для чистки оружия. Ружие и все такое. Дуло. Хух, хух, прочищать. Ствол. Ну, понеслась коробочка. Походу, здесь будут все личные вещи. То, что мы нашли, это были не личные вещи. Так, начало. Коробочка, коробочки еще коробочка. Они все пустые. Ух ты. Что-то непонятное. Какой-то неармейский просто наклейку. Очень убит компьютер, забирай. Буду, Будрич. Еще часы нашел. Такота. Тоже, кристалл, тоже. Special Forces fitness. Мелатери, воркаут и фитнес челленджи. На, часы. Тут, говорю, в каждом странном пакете. Или в коробке. Есть какие-то странные вещи все время. Труппурс и Микки. Это эти Star Wars, да? А там есть еще внизу? Все. Это больше. Кси, да, акции, литрикс какие-то. Я не понимаю, что-то с компьютером связано. Заметьте, у него в каждом этом, Жень, молоток есть. Почему у него в каждой коробке молоток? Это начинает быть странным. Что это написано? На Хоку. Hawaiian finest jewelry since 1924. Ого. На Хоку. Еще и написано finest jewelry. Тихо, тихо, тихо. Это так вот, как она говорит. Что написано на Хоку? Это черепашка. Серебряная. Серебряная? Да. Нормально. Класс. Посмотрим, сколько ее продают, за сколько. Красиво, четкий. Это лава, камень лавы. Это? Там что-то написано. А тут фильмы и книги. Ну, надо посмотреть обязательно. Вот здесь тоже смотри. Хэст-трак. Очень круто. Не знаю, сколько он стоит, но очень круто. Ой-ой-ой-ой-ой, ты куда поехал? Ну, коль ты поехал, давай тебе покажу. Вот такой вот трак. И у него есть еще вот такой эскалатор. Или как его еще назвать? Комбайн. Он еще и работает. Воу. А этот работает? Тут батарейки есть, значит, он должен как-то включаться. Вот это классно включается. Смотрите, фары. Лампочки. Ну-ка, стой здесь, никуда не уходи. Муж ну нафиг разбирать юнит. Может, просто поиграем в игрушки? Я не против. Где кнопка? А, во. Во, все, понял. Ох, да ну нафиг, смотрите. Чем будем вот этот поднимать? Смотрите. А-а-а. Обрыв. Победил. И назад поехал. Все, победил. А ну-ка, боком, давайте боком. Такое у нас неостанавливаемый. Не, боком не хочешь, потому что тут колеса резиновые. Смотрите. Да ну. Это что, так круто. А-а-а. Бррр. Спецэффекты. Бррр. Крутяк. У него еще лампочки его. Пэун, пэун. Погнал. Экскалатор. Все, коробку сейчас все подвинет. Ножик по ножику проедет. Слушайте, он еще ездит по всяким поверхностям, которые не должны быть. Раз, так. Просто танк. Очень круто. Что-то я давно не играл в такие игрушки. Извините, ребят, я в детстве только мечтал о таких игрушках. И мне очень вот это нравится. Слушайте, давайте проверим, какие еще игрушки у нас тут крутые есть. А то просто на коробке показываю. Это никуда не годится. А, вот оно что. Вот сюда оно делается. Вот. Чтобы он хорошо ровно стоял. Вот так. Крутяк. Вот это крутяк. Так, ты, наверное, не работаешь. Ты у нас запечатанный слишком. Вертолет. Вертолет не работает. А этот? Короче, здесь ничего не работает. Давайте вот это посмотрим. Какой классный, новенький, с сертификатиком. А у тебя есть? А, нет. Он реально совсем новый. Его надо так и выставлять. Хорошо. Ладно, не буду. Ну, единственное, вот это проверим еще. Если он тоже новенький в бумажке. Нет, это не новое. Опа! Пожарная с сиренами, с мигалками. А звук есть? Здесь просто он едет по дороге. Ой, какой классный. Смотрите, такие лампочки тут. Они поднимаются. Блин, вот игрушки такие. Смотрите, сбоку горит. Нам в 90-е, а в 80-е. Такой LED lights. То есть все дела. То есть LED эти фары. Круто. А когда он едет на вызов, он вот так едет. Крутяк. Ну-ка, что ты у нас умеешь делать? Ты тоже у нас светишься только. А поехать, например, как тот трактор. О, тут лестница. И эта лестница выдвигается. Смотрите. Опа! Спасать. Вот отсюда тех, кто застрял в вертолете, не может спрыгнуть вот так раз лесенку. И все, человек выехал из машины. То есть из вертолета выехал на машине. Оп! Остановился. Видите? Вышел из машины, спустился. Взял ножик. Зарик. Нет, не туда. Поехал сюда, сел и поехал домой. Все. Круче игрушек таких я еще не видел. Ну, у меня были хесы, но чтобы вот такое. Такая красота. Вот такая. А давайте посмотрим. Все, мне не терпится. Все время потрачу. Или видео будет длинное. Спокойно. Кто-то доставал ее. О! Там что-то внутри есть. Там машинка, наверное, какая-нибудь. А как ее достать? Да, она катается на колесиках. Загадка. Надо посмотреть. Вот она, вот здесь должна быть эта машинка. Ребята, это реально загадка. Что мне теперь делать? Как я ее достану оттуда? Надо что? Шурупчик открутить, что ли? Да к этому быстро. Это поместилось. Нет, здесь только батарейки. Это у нас останется загадкой, товарищи. Короче, эта тема здесь стоит. А этот чувак вот так горит. Он тоже с мигалками, типа, у него важное задание. Он везет машинку на гонке. Или он просто может ехать так спокойненько ночью с фарами. Или, о, мы опаздываем. Поехали, быстро. Поехали, 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 поехали. И это такой. Давай уже, гони, опаздывай на гонку. Крутяк. Так, надо вырубить их. Ватарейки сядут, купатель будет недоволен. Байбайдрак. Столько времени ухан докал на машинке. Но реально круто, да, ребят? Что у нас еще есть? Этот мы игрались уже с ним. Здесь у нас самолет. Я должен посмотреть, ребята. Вот, нравится вам это? Нет, но я буду смотреть самолет. Я всегда любил самолеты. Даже летчиком хотел стать, но не стал. Поняли? На тебя батареек, людям не хватило? Ладно. Главное, самолет крутейший просто. Вот этот необычный Хез. Очень необычный. Он вот так открывается. Смотри, такая коробка. Заморочились на коробку, на классную. Сейчас мы все сделаем. О, прям в шапку упал. Не разбился. Смотрите, подсветка. Ну-ка, там, по идее, вот так должно быть. Видите, с подсветочкой, чтобы... Было видно, что там везут ту-ту-ту-ту-ту. 50 лет. Крутяк. У этого тоже лампочка есть. Смотрите, он тоже вон они такие желтенькие лампочки. Не, ну скажите, круто. Очень крутой трак такой. Вот этот коллекционный. Так и написано. Вон там написано. 2014 года. Коллекторс Эдишн. Хестой чат. То есть коллекционная модель. Все. И свет надо вырубить. А у него свет мы вырубили. Сейчас он проверить. Да, бомбезный. Вот такой классный бин был. Следующая коробка. О, здесь мы нашли iPad. Рабочий. Нужен пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут миллиард разных вариантов. Но рабочий. Я могу его ресетнуть. Все будет хорошо. Мячики. Что-то, что-то для джипа. Наверное, у него был джип. Флэш кол. Класс. Начинаю подозревать, что это. Нам мячики нужны. А это чё? А это катать бок, бока. Массажировать. О, тебе понравится он. Лови. О, это один из тех, да. С песком, да. Так, Луи Витал мы не нашли, так что быть внимательным. Нет, это серо. Поставь мне он туда, я переберу ее там, это одежда. Давай глянем хоть немножко, людям покажем. Потому что под низом лежит какой-нибудь сумочка какая-нибудь. Нет, тут все с вешалками. Здесь сказано, что есть Sony PlayStation, все дела. Интересный юнит. Ух ты, какая курточка. Идеальное состояние Sony PlayStation. Туда. Большой, ууу, вот это классная вещь. Да, вот это классная вещь. Так, узенькарт. Почугун, смотри. Это чугун, покрытый эманью. Кличные вещи, золото, бриллианты. Миллион, миллион. Не хочет. Тебе доверяю вот это открыть. iPhone. Да, iPhone. Не обманули, только цвет другой. Они новых купили, я думаю, надо взять же. Соляная лампа. Сколько такие стоят? Еще и Майкл Корс, чехольчик. Ага, тут сумарик. Такой небольшой, армейский какой-то. Ну, вроде выглядит новый, значит, не винтаж. Вот эти непонятные что. Даже Женя не поняла, мне кажется, на руки. Или на очень худых людей корсеты. Или на ноги. Полотенчика. Очень полезная вещь в хозяйстве. А это хаски. Знаете, фильтры снимать с машины. А может быть и не фильтры. Ну, похоже на фильтры, да. Масляный фильтр. Здесь у нас такая. Как же вам объяснить, да? Короче, овощ закидывайте туда. Пару раз дергаете, и он его строгает. Типа на салат или на сальцу. Очки подводного плавания спидо. Ну, это понятно, почему у нас. Женечка такое не пропустит. А тут у нас всякая бижутерика. Мы ничего особо крутого в ней не нашли. Кроме как вот этот перстень бриллиантовый. О, не, не мое. И решили вот оставить и пересмотреть. Потом. Здесь у нас очень крутая штука. Звездные войны. Полная сага написана. Почему так много дисков подождите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тут, наверное, еще документалки всякие. Или какие-нибудь там Editor Edition, там Uncut Version. Не знаю, как это все по-русски говорится, извините. Но мы не могли мимо пройти. Обычно мы девизишки выкидываем сразу или кому-то дарим. Но это классная коллекция. Я думаю, долларов 30 должна стоить. Может больше, может меньше. Хорошая книга. Очень хорошая книга. Extreme Fitness. Вот что нам и надо. Как некоторые в комментариях заметили, очень вежливо Жене, что надо заниматься ей фитнесом. Она очень благодарна этим комментаторам. Просила передать им привет. Фонарь. Нужны батарейки. Ничего не стоит. Мячик волейбольный. Профессионал. Загубил свой талант контейнерами. Дальше. Есть iPhone. Первый раз мы находим коробку и в ней iPhone. Та-да! Поэтому мы его и нашли, потому что он убитый к чертям. Но рука не поднялась выкинуть iPhone в мусорку. Решили оставить и попросить Леру его выбросить. У него рука поднимается, выбрасывает все подряд. Молодец. Этот Женя для сада. Не на продажу. Она будет копать. Молоток. Это мне. Хотя у меня их полно. Я не знаю, зачем я его взял. Опять же, рука не поднялась выкинуть. Хороший инструмент. Это я не знаю, что так. А, это для телефона, чтобы бегать с него. Точно на руку одевать. Сюда телефон. Он не промокает. Здесь бижутерика. И камень с кольцом. Здесь мяч с тяжелым песочком. Я не знаю, зачем он. Может быть, просто подкидывать и спортом заниматься. Но я не думаю... Ох, блин. Я не думаю, что им играть в футбол. Смотрите. Но если это только для тех, кому уже настоящий футбол кажется очень легким, наверное, этим играет потом. Представляете, такое забить в девятку. 10 паундов написано, то есть 5 кг. О, какой. Сборная России над такой мячик дать. Что у нас здесь? Здесь интересно. Перл-Харбор. Жемчужный. Харбор. Я не знаю, как Харбор по-русски. Вот. Показано здесь. Как строили, как воевали, как восстанавливали после войны. Очень интересная книга. Выкинуть не захотели. Она не стоит ничего, в принципе. Но почитать интересно. Бронежилет без брони. Вот так нагло его одеваете. Уик. Видите? Все. Ну, я не заду наперед. Да. Броник только без брони. Я не знаю. Мягкий. Наверное, в пейнтбол играть. А вот здесь с броней броник. Настоящий броник. Еще карманы есть. В карманах ничего. Да, написано бронежилет. Горято даже от автомата спасет. Вот у него уже ножом били в спину, стреляли. Я не знаю, как у человека, у которого погремушки и броники в одном юнити. Я думаю, броник можно продать на ebay для тех, кто планирует воевать, пойти куда-нибудь. Или захватывать что-нибудь. Как думаете, сколько стоит броник в наше время на нашем рынке? Долларов стоя, думаю, будет. О, она еще и на USB. Вот это вообще. Смотри. О, это микрофон. Пап саунд. Прикольно. Это эко можно делать, вау ее можно делать. Такси. Вазелин. Хочешь, Вазелин? Заначки, заначки, смотри. Кроме таблеток нет, заначки. Именно в таблетках и ложат заначки. Там что-то плавает. Свечка застряла. Смотрите, Джон Харди. Что-то нам пока везло, что тут всегда что-то было, да? А что это такое, Джон Харди? Цепочки. Браслет, да? Браслет, может быть, это. Но здесь ничего нет, походу. Ну да. Но все равно оставить надо, вдруг найдем. О, наконец-то эту свечу вытащил. Жгите все мосты, переезжайте, так и вас нет. Жгите мосты, переезжайте. Там так написано. Ты знал, что мы найдем свечку? Ну да, должны же были. Ты уже что-то нашла себе? Интересное. Да. Ты нет? Нет. Ну это китчин. Китчин не врали. Так. О! Игрушечник. Написано Калашников. Ну да. Ну, а может настоящий, лучше не надо. А, вот смотри. Это Бибиган. Ну прикольный Бибиган. Ну, жилеты какие-то странные. Автомат Калашникова с Бибиги, с этими шариками. Смотри, типа бронежилетов, но это... Военные. Это реально бронежилет уже. Да? Очень тяжеленькие. Ну-ка. А тут написано bad stuff. Что там люди? Да, ничего там нет. Michael Kors. Ууу. iPhone. iPad. Это iPad? Да. Неплохо так. Вообще непонятно. Такой юнит в любой какой-то момент можно найти что-то очень дорогое. Странно. Что это бывает? Да, она сломалась. Ну вот, поздравляйте, Жень. Твоя первая Fendi. Да ладно. Фенди дороже иногда, чем Луи Виттон. Туни Берк. А это главное было написано в Фенди. Фенди это было. Но это тоже не дешевое. Сколько долларов? 300? 300, да. Или 500? Да. Был бы Фенди, это было бы тысячи три. Не говори. А вот тебе еще одно тоже долларов, сколько? Тоже 300. Ты уверен? Ну, твой любимый коуч. Коуч там очень много собачек. А это сколько? Долларов 180? Не, ну должны же мы найти Луи Виттон, если у них коробка Луи Виттон. Смотри, какая классная. Наксвилл Айсберс. А это что за команда? Не знаю. А что, что в спорте я вообще ноль не разбираюсь? Да я тоже особо не увлекаюсь. Антонио Милани нехило? Нехило. Ну и крыса сюда залезла. Да. О, тут очень интересно. Мячики. Объясняю. Эти мячики, их об стену, вот так. Опа! О! Он постоял там и выпрыгнул. Видите? У меня был такой в шапе давно, ну где машины продавал. Когда мне было скучно, что я вообще поймать не могу. Когда мне было скучно и надоедало машины продавать, я брал такой мячик. У меня был пол пустой шап, я его вот так. И вот такие вот дела. Мячик. Мячики. О, хорошо. А вот тут у нас очень крутые боксерские перчатки. Я даже сказал не боксерские, они более, потому что слишком они твердые и слишком маленькие. А может и боксерские. Triumph United. Нормально так. Напосали сколько такие могут стоить. Но это круто. Я отвечал, когда увидел этот трамп, у трампа своя фирма в перчаток есть. Элуин. Сюда свечки втыкайте. Здесь новый райоби, вот просто новый. Один раз крутили, наверное. И вот сюда штука прикручивается. Вот, видите? Это интересно для чего. Ну и вот так, короче. Долларов 50-40. Но 40, думаю, нормально попросить за такой инструментик. О, вот это смотрите, ребята. Бербери. Когда увидели коробку, думали, никогда в жизни здесь не будет ничего в коробке. А здесь было. Настоящие Бербери часы. Крутые часы. Сделаны в Швейцарии. Но верите, нет? Да, вот все правильно. Они вообще недорогие. 150 баксов. Кто хочет, пишите мне в личку. Продам за 150 баксов. Новые часы Бербери с книгой. Они легко продадутся на ebay. Но часы просто обалдеть. Классные очень. Я просто был очень удивлен, что они не такие уже дорогие оказались. И еще мы нашли вот такой мяч. Футбольный. Тут немножко надо подклеить. Американского футбола мяч. Но он расписан везде. С росписями. Настоящими росписями. Вот это надо на проверку, потому что, может быть, здесь какие-то Тома Брейди. Ну или кто там играл? Что за фирма? А, Теннесси. Не фирма, а это команда. Команда Теннесси с росписями. Класс. А здесь Хокки Юга. Я не знаю, что это. Dex Imaging. Здесь такая фигурка хоккеиста со шлемом. Для чего? Она понятия не имея. Но мы ее взяли. О! Вот здесь рюкзак. А в рюкзаке отверточки с нашивками. Чувак чем-то увлекался. Или девушка. Веревка классная. Типа в поход ходил, что ли. Или на какие-то вылазки. Типа они представляли, что они спецназы там куда-то бегут. Кого-то спасают, или кого-то убирают. Потому что очень много таких вещей. Типа. О! Тут чё? Ты не видел? Палочка. Реально больно бьется. Я не знаю, для этого она нет. Но бьется больно. Смотрите, что здесь есть. Тут написано. Return to Saigon. Факов. Матеряться. Типа идите нафиг. В Saigon обратно. МИО. Написано. О, какой ножик. Но это даже не ножик. Это типа штык, что ли. Да, скажется штык. Надо проверить. В них я не особо разбираюсь. Никогда такого не находил. Не думаю, что это настоящий какой-то винтажный. Но может настоящий, но не винтажный. Класс, да? И обратно его сюда. Вот необычный был, короче. Субъект. А здесь у него книжки. Мы смотрели ничего интересного. В книжках нет. Здесь типа должен быть ножик. Но его ножика нет. И вот здесь тоже ничего нет. Но крутой рюкзак и крутой штык. Что мы еще здесь видим? О, еще мы здесь видим очень большую коллекцию старой бижутерии, в которой Женя обещала покопаться и найти много золота. Буду надеяться, что так оно и будет. Еще Женя нашла американские ковбойские бутсы. Называется Coco Nats. То есть кокосы. С носками. Все верно. Все есть. Все на месте. Носки. Если носков нет, носки прилагаются. Немножко использованы. Но, как говорится, будьте благодарны тому, что дают. И Батфорды какие-то. Лиз Клэйрборн. Женька это нормальный. Может продадим. О, я помню вот этот. Я увидел вот этот. Офигел. Написано Fendi. Ну, настоящая марлечка от Fendi. Я кричу Женя. Вот первый Fendi в твоей жизни. Что я сказал. А потом достаю. А тут не Fendi. И вот настал черед розыгрыша с прошлого видео, где ключевое слово было удочка. Копируем ссылку. Переходим на рандомайзер. Вставляем ссылку. Убираем дубликаты. Добавляем ключевое слово. А теперь соберем комментарии с этим ключевым словом. 1937 комментариев. Готовы? Погнали. И победитель удочки сегодня Григорий Гров. В комментарии удочка это просто супер стар. Поздравляю, Григорий. Переходим на канал. Смотрим подписки. Да, вот он, мой канал. Подписан. Григорий, пожалуйста, вышлите мне свои координаты. Ну, свой адрес, телефон, полное имя, как на почтовых конвертах, в Инстаграм или ВКонтакте. И спасибо, Григорий, что смотрите наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...